Переходим к рассмотрению глагольных категорий, в частности, категории аспектов в китайском языке, которая выражает то, как говорящий осмысливает протекание действия во времени. Мы также поговорим об особенностях, экспликации, показателей, которые участвуют в формировании аспектуально-темпоральных, ну то есть видовременных значений. И вот для китайского языка в данном случае примечательно то, что аспектуальность глагола не выражается формально. Она заявляет о себе несколько нестандартно, когда говорящий считает это существенным. Ну и также у нас речь пойдет о семантической классификации глаголов, или точнее сказать, глагольных основ, ну что и отражает спектуальный облик предиката. Артемий Михайлович, пожалуйста, вам слово. Да. Так, значит... Я есть на экране-то? Да. Есть? Да, видно. Ну все хорошо тогда. Все прекрасно. Ага. Значит, я начну с некоторых, так сказать, общих соображений. Вот, потому что, по какому принципу логикоизложения здесь, так сказать, идет. Вот, так сказать, вот, когда мы рассматривали синтаксические конструкции, мы рассматривали линейное, так сказать, линейное расположение составляющих высказывания, но центр, вокруг которого организуются высказывания, это на самом деле предикат, который в общем случае обладает признаком динамичности. Вот, ему соответствует глагольная единица, центр которой представлен глагольной основой. Вот, и вот эта вот глагольная основа, она выражает отвлеченный концепт, который может интерпретироваться как действие или состояние. И вот важно здесь, вот, подчеркнуть отличие состояния глагольного от свойства, передачу значения которого свойственно прилагательному. Потому что состояние это, в принципе, временное, и вот этим оно отличается от свойства. Вот. Дальше мы вводим понятие способа действия. Значит, мы приписываем глагольному предикату такое, значит, свойство. Способ действия. Вот. Способ действия, он определяется по признакам аспектуального характера протекания действия. И здесь вот я хочу вот это подчеркнуть, это, так сказать, внутреннее время действия, которое противопоставляется внешнему времени относительно момента речи или какой-либо иной точки отсчета. И я вот обращаю на это внимание, что это как бы представление на временной оси, необязательно имеющее вид точки. Вот. Тут виды как раз достаточно разнообразные. И, значит, Таня Алшан, она как раз говорит именно об аспектуальности и об аспекте с тем, чтобы, так сказать, не приписывать этому признаку вот бинарный, так сказать, вид, который имеет место в русском языке. Когда у нас есть совершенный вид и несовершенный вид, и, так сказать, все достаточно таскать просто. Здесь ситуация гораздо более сложная и гораздо более расплывчатая. Вот. Исходным для определения статуса действия является противопоставление ограниченности и неограниченности протекания действия. Вот. И эта оппозиция, это важнейшая, так сказать, оппозиция, она обычно уточняется посредством введения двух признаков, которые, так сказать, похожи, но не тождественны. Это признаки предельности и целостности. Госцелостность мы можем приблизительно понимать как некую, так сказать, неделимость, монолитность, так сказать, действия. А предельность как ограниченность действия определенным пределам. Вот в пункте 7.1.3 я вот специально, так сказать, хочу подчеркнуть, что предельность связана с итоговой фазовой структурой предложения. Она связана с внешней предельностью действия, с оценкой, которая отражает взгляд говорящего на действие на уровне пропозиции. Цельность – это внутренняя предельность действия. Вот и тот, и тот, и другой, так сказать, признак, он, так сказать, как-то, так сказать, цементирует действие, которое, так сказать, является, как бы, так сказать, растянутым, размытым. Оно его, так сказать, превращает, так сказать, в некоторое единство. Только именно, значит, целостность его, как бы, так сказать, изнутри соединяет. А предельность, она его, так сказать, ограничивает в конце. Вот, и признак целостности объясняет противоречие между способом действия глагола и реальным протеканием действия на уровне предложения. И здесь вот важно подчеркнуть, поскольку нецелостное действие всегда может ограничиваться, ему может быть придан признак предельности. И, с другой стороны, пропозиция с глаголом целостного действия может приобретать и процессуальное значение. Вот, но, значит, этот признак для глаголов, которые лишены акциональности, то есть не связаны с обозначением действия, этот признак безразличен. Он, они, эти глаголы, они указывают лишь на статичность положения вещей. Значит, целостность действия возникает, когда действия интуитивно воспринимаются как события. То есть, когда они лишены внутренней перспективы. Вот, это бывает прежде всего, когда действия не обладают протяженностью во времени. Они, вот, своего рода, так сказать, переключения вроде сз или дью. Или, во-вторых, когда они обладают минимальной протяженностью во времени, как у глаголов тяо, например, или шань. Вот, а также, когда действия не связаны со временем, а воспринимаются как некие завершенности, из-за чего к ним неприменимо понятие результативности. Вот, такие глаголы, как гауссу или сумму. Вот, все эти действия, они соотносятся, вот, я опять говорю о представлении на оси времени. Они соотносятся с точками на оси времени. А не, так сказать, с какими-то, так сказать, отрезками. Вот, и им можно приписать признак моментальности. Вот, мы вводим, так сказать, здесь этот признак моментальности. Остальные действия, за исключением тех, которые обладают свойством статичности, вот, я о них говорил в конце пункта 7.1.3, являются нецелостными или допускают нецелостное понимание, поскольку могут восприниматься как события. Это действия, с одной стороны, не имеющие внутреннего предела. Вот такой обычный пример. Это ку или йо-йо. Ну, и также еще действия, которые, в принципе, предполагают достижение предела. Такие, например, как Сье или Сюли. Вот, и последняя разновидность, она далее именуется ингерентно нецелостными действиями. И этот термин, так сказать, предложен, естественно, так на ушо. Можно задать вопрос? Да. Артем Михайлович, таким образом получается, что целостное действие – это то действие, которое моментальное и не имеет протяженности во времени. Да. Значит, такое действие, допустим, потому что бывают как ку и так далее, они, так как имеют протяженность во времени, они не могут быть целостными. Хотя как бы описывают процесс, который в каждой точке, он, собственно говоря, совпадает. Да. Понятно, спасибо. Ну, здесь еще следует уточнить, да, понятие вообще ингерентности, ингерентно-нецелостный. Ингерентно в нашем случае означает постоянно, узуально. То есть признак нецелостности определяется на уровне семантики слова, и ингерентность противопоставляется адгерентности, аккадеональности, контекстуальности. Такое вот уточнение. Да, спасибо. Вот. Вот. Ну вот, однако, существует группа слов, которым признак целостности неприменим. Это вот глаголы типа джамп, подниматься, подняться, ло, опускаться, опуститься, гайшань, улучшаться, улучшиться, или эхо, ухудшаться, ухудшиться. Здесь не случайно, это, так сказать, текст Таня Уша, здесь поданы русские эквиваленты совершенного и несовершенного вида. Это глаголы особого типа, которые названы глаголами нарастающего процесса. Вот. Они предполагают множество целостных действий, сменяющих друг друга и лишенных естественных границ. Их свойства изменчивость и отсутствие предела. Вот такое постепенное изменение, оно противопоставляется дискретному изменению того, которое мы видим, так сказать, в глаголах типа «с» или «хуаюнь». Это позволяет, значит, дополнение к признаку целостности, опять же, ввести признак моментальности и приписать глаголам нарастающего процесса отрицательное значение этого признака. Вот. Мы уже говорили в пункте 7.1.4. Вот. Там глаголам приписывается положительное значение признака моментальности, а здесь таскать им, соответственно, приписывается отрицательное значение этого признака. Вот. Теперь, значит, по поводу глаголов, которые лишены акциональности. Это глаголы типа «дзо», «э», «ай», «дзэдал», «сим» или «шуи», вот, которые характеризуют состояние одушевленных субъектов или их отношения. Вот. О них еще, так сказать, конечно, будет дополнительно идти речь, потому что эта лекция седьмая, она обзорная, она, как бы, так сказать, вводит в круг, так сказать, вопросов, которые должны будут рассматриваться более подробно в последующих лекциях. Вот. Значит, пункт 7.2. Это, так сказать, общее место, что семантическая классификация глаголов не может производиться исключительно на лексическом уровне. Необходимо учитывать и их синтаксические характеристики. Поэтому ниже перечисляются формы, которые в сочетании с глагольной основой определяют аспектуальный облик предиката или предложение в целом. Вот. Значит, способ действия китайского глагола определяется его постглагольными или аспектуально-темпоральными, вот видите, тут аспектуально должно быть, вот, темпоральными видовременными показателями. Они сокращенно именуются АТ-показателями. Вот. Постглагольные показатели присоединяются к глагольным основам, образуя устойчивые сочетания. Вот. Это первые результативные морфемы глагольного или прилагательного происхождения. Вот. Севань, например, тиндун. Ясой или кайнцок. Во-вторых, это направительные морфемы, которые восходят к глаголам, имеющим в своем значении элемент направленности действия. Лай, к говорящему, лечи от говорящего. Вот сравните хой-лай и хой-чи. Вот. Бывают сложные направительные морфемы. Тогда, значит, первая направительная морфема может быть локативом, например, шан-ся. Вот на шан-лай, принесите сюда, говорящий находится выше объекта и на ся-чи. Указывает направление отнести вниз. Также может указывать направление по отношению к замкнутому пространству. Вот это динь или чу, которые по своему происхождению ярко выраженные акциональные глаголы. Цзолчу-ла, выйти. Это говорящие находится вне замкнутого пространства. Или цзолчу-чи, выйти, когда говорящие находится внутри этого пространства и так далее. Эти, так сказать, результативные морфемы тоже специально будут рассматриваться дальше, но не в этом цикле. Вот. Их-то, а их больше, но число их достаточно ограничено. Теперь следующее обстоятельство заключается в том, что между глагольной основой, результативной морфемой или направительной морфемой могут оказаться показатели д или бу, образуя так называемую потенциальную конструкцию. Мы с ней выше, так сказать, уже сталкивались, к примеру. Такие конструкции указывают на мнение говорящего о возможности реализации описываемой ситуации. Например, Седа Вань предполагает возможность записать что-то до конца. А сочетание Сай-Будинчу имеет значение, так сказать, не втиснуть. Лай-Даляу, значит, существует возможность прихода. Дзо-Будун, невозможно идти дальше, невозможно подняться с места, чтобы идти. Вот. Подобные конструкции по значению могут приравниваться конструкциями с модальными глаголами. Например, Седа Вань, значит, то же, что Нан, Се Вань. Это, так сказать, тут много комментариев, можно было бы сделать к этому высказыванию, но все это, так сказать, будет в свое время. Вот. И все три вышеописанные формы передаются в русском языке совершенным видом глаголов. Вот. Дальше, значит, после глагольной основы может располагаться имя, уточняющее сферу ее действия. Вот имя, уточняющее сферу действия. Так образуются глагольно-объектные конструкции Думбиндзи-Го, которое соотносимо к лихо-ци. Вот. Это вот наше стандартное сочетание. Их второй компонент может отделиться от глагольной основы и занять исходную позицию как полноценный объект или принять определение внутрь, которое, значит, и в таком качестве, с точки зрения возможности принятия определения, это как бы получается полноценным именем. И из-за этого такие комплексы, как правило, не могут принять после себя дополнение. Вот. Причем интересно, что способ действия предикатов с такими составляющими достаточно разнообразен. Это и процессуальное значение, то есть обозначение действия в своем протекании. Вот. Шефан, тяо, дао, че, нели, си, дзао. И обозначение предельного действия, воспринимаемого как завершенное. Вот. Например, дзьеху, нели, чухо, нели фа, фа, вот. А также и значение состояния. Вот. Например, фа, си. Вот. Это то, что касается, значит, постглагольных показателей. Вот. Видите, они весьма, так сказать, разнообразны, потому что, на самом деле, потенциальная конструкция, она очень тесно связана, так сказать, результативными и направительными морфемами. Вот. А вот это вот, так сказать, дополнение, опустошенное достаточно, которое имеется в этом самомах и лихо-ци, это, так сказать, явление иного рода, которое уже, так сказать, возникает, как вы видите, значит, если мы можем представлять себе глагол, с результативными и направительными морфемами или потенциальной конструкцией, с определенной, так сказать, формой, так сказать, глагола, здесь мы опять выходим на чисто синтаксический уровень, потому что эти две составляющие оказываются, так сказать, их возможно, так сказать, как-то, так сказать, оттащить друг от друга. Вот. Теперь, значит, далее в пункте 7.3.2 перечисляются спектуально-темпоральные показатели. Вот. У монографии, это, они, так сказать, не сгруппированы. Я счел возможным увидеть их, так сказать, сгруппировать. Значит, это припозитивный показатель джа, указывающий на продолжение ей действия. Вот это джа или джан джай, тоже о нем, так сказать, пойдет специально речь. Дальше, постпозитивный показатель джа, который указывает на состояние, постпозитивный показатель ла, указывающий на смену состояний, и постпозитивный показатель льго, указывающий на то, что действие или состояние имело место по крайней мере один раз. Вот. Я, значит, обращаю ваше внимание на трактовку, значит, уже заранее ла, как показатель, указывающего на смену состояния, и го на то, что это, так сказать, действие имело место по крайней мере один раз. Дальше у нас идут постпозитивный компонент сила, указывающий начало действия, и, соответственно, обратный ему постпозитивный компонент сячий, указывающий продолжение действия после его прерывания или на продолжение состояния после определенного момента. Вот. И теперь вот в пункте 7, 3, 2, 6 я тоже, так сказать, объединил два вида. Это препозитивный компонент и предполагающий мгновенность следования действия, а также состояние или событие вызванного действием. Вот пример та и каль, ся и ла, а и, имеющее аналогичное значение, близкое значение редупликации глагола с показателем и, опять же, тем же, или без него. Вот. Эта форма указывает либо на кратковременность действия Джао Сянзига и его юн-юн, либо на попытку субъекта его совершить. Ни ци-ци джи-джи-дау. Вот. Таким образом, вот они, так сказать, здесь сгруппированы, так сказать, шесть, так сказать, разновидностей. Вот. Теперь пункт 7.4 на самом деле тоже очень существенный. Значит, китайские глаголы полностью раскрывают свойства, присущие им как представителям определенных классов только в речи. При сочетании глагольной основы с другими элементами. Вот. Это означает, что приобрести статус эликсемы аморфной основе позволяет синтаксической конструкции, в которой она оказывается. и в какой-то мере те производные значения, которые вносятся оформляющими его показателями. Здесь видите, уже, так сказать, внутри глагольная неопределенность, которая, вот, так сказать, подобно неопределенности частеречной принадлежности, но уже, так сказать, внутри глагол. Мы с ней, так сказать, уже сталкивались, здесь немножечко о других вещах пойдет дальше речь. Вот. Значит, в принципе, можно было бы объявить эликсемами, считая, Танюша, все сочетания глагольных основ, список которых более или менее закрыт, с результативными морфемы, направительными морфемами и морфемами, уточняющими сферу действия. Вот. Список таких сочетаний гораздо менее закрыт. Вот. Значит, что это значит? На самом деле набор направительных морфем незначительный. Набор результативных морфем более обширен. Вот. Морфемы, уточняющие сферу действия, они тем более разнообразны. Но, тем не менее, Танюша полагает, что это можно было бы исчислить, но, во-первых, сочетаемость этих составляющих не вполне фиксирована. Выбор сочетания определяет конкретно речевая ситуация, которая дает говорящему большой простор, но, отмечает Танюша, но не произвол. Большой простор для творчества, но не произвол. Во-вторых, трудно отграничить сложные слова от словосочетания. Тут у нас опять тот же набор слегка расширен. Это касается, например, таких сочетаний, как Си Цзао, Ди Хунь, Сан Бу, Ци У Фань, Си И Фу, или Чан Го. Вот. И дальше рассматривается конкретный, так сказать, пример, и это, так сказать, очень поучительно на самом деле. Вот у нас есть глагольная основа Гоа. Вот. И ее значение, так сказать, в словарной статье конкретизировано быть не может. Потому что вообще глагол Гоа вешать имеет ингерентное нецелостное значение, которое может реализоваться в предложении. Например, вот у нас пример один А. Сиан Пьен Гоа Бу Гоа. Будем вешать фотографию или фотографии. Вот. Но значение Гоа отличное от значения других нецелостных глаголов, например, того же самого глагола Паа, проявляется только в предикатах различных семантических типов. Например, глагольная валентность УГОа появляется при сочетании с направительной морфемой Шан, которая задает свойства контактности. В сочетании Гоа Шан повесить. Действие, обозначенное Гоа, ограничено пределом. то есть ситуация, которая описывается этим предикатом после предпринятого действия достигает предела. Вот пример 1б. Пасям Фе, Куа, Ша, повесь фотографию или фотографии. Вот то есть сделает так, чтобы фотографии в результате действия вешать оказались в другом месте. Вот можно сравнить здесь, так сказать, потенциальное значение так же. Вот Сям Фень, не Гоа да Шам ты сможешь повесить фотографии? Вот Лексема Гоа Шам она имплицитно предполагает валентность конечной точки действия, которая здесь синтаксически не заполнена. Не заполнена. Вот сравните предложение, в котором этот семантический октант эксплицируется. Один В Ба Сям Фень Гуа Зай Тян Шам или Гуа Дау Тян Шам повесить фото на стену. Сделает так, чтобы фото было на стене. Вот обратите внимание, повесить фото на стену, это, так сказать, скорее Ба Сям Пень Гуа Дау Тян Шам А сделает так, чтобы фото было на стене, соответственно, Ба Сям Фень Гуа Зай Сям Шам Вот здесь, так сказать, совмещаются вот эти два значения, динамическое и статическое. Вот и эта семантическая интерпретация объясняет, почему именная группа со значением, именная группа со значением места, маркированное предлогом дзай, рассматривается в учебниках китайского языка для иностранцев, в некоторых учебниках китайского языка для иностранцев, как дополнительный член. Но такой подход приводит к путанице на уровне интерпретации. Например, в особенности даже, когда речь идет о переходных глаголах. Например, дзай в предложении сямпьенгуа зайчаншан фото висит на стене, которое представляет собой ответ на вопрос сямпьенгуа зайнар, где висит фотография, он в этом предложении не имеет результативного значения это самое дзай и может рассматриваться только как предлог. Именно группа сямпьенг приобретает в 1В значение конечной точки действия благодаря конструкции БА, о которой мы, значит, говорили, в глубинном семантическом представлении которой есть октант каузируемые состояния. вот и в данном случае это вот составляющая каузира и мост так предполагает изменение объектом воздействия, то есть фотографии, своего местоположения в результате действия направившего его в некоторую точку, а именно на стену. Вот. И эта интерпретация подтверждается тем фактом, что дзай в разговорной речи перед конечной точкой действия часто опускается. Вот она и не только в разговорной речи, при определенных глаголах это дзай опускается, а в ряде случаев, как в случае 1В заменяется динамичным предлогом да. Вот. Артем Михайлович, вот такой небольшой вопрос. Здесь указано, что лексема и имплицита предполагает квалентность конечной точки действия. Но само по идее и один глагол предполагает наличие такой конечной точки действия. Куа это обязательно достижение конечной точки действия. Куа имеет где-то там фиксированность. То есть не только куа шан, но конечная точка действия, если мы будем, наверное, составлять лексическое толкование значит глаголу куа, она обязательно в это лексическое толкование войдет. Или нет? Я не знаю. Я, к сожалению, не носитель языка. Мне трудно судить. Понимаете, может ли значит, так сказать, гуа вообще висеть? Потому что висеть это есть чуэй. А какое соотношение между чуэй и гуа, надо подумать и проанализировать. вот вешать русское так сказать вешать оно безусловно так сказать подразумевает так сказать некоторый так сказать объект. Вот а так сказать вот просто значение свойственно ли гуа значение висеть в этом так сказать вся так сказать штука заключается. Я это не очень понимаю до конца. Вот я вот это излагаю поэтому прямо исключительно по Тань Алшо. Вот так что Тарас Викторович если у вас есть по поводу соотношения чуэй и гуа так сказать мысли очень интересно было бы их сейчас услышать или к делу относятся. Ну мысли мне то же самое казалось что по крайней мере значит чуэй отличается от куа значит прежде всего тем что чуэй это закрепленность в какой-то верхней точке так что весь объект не касаясь никакой части висит вниз отсюда и его значит значение свешиваться то есть не на стене вот то что прибито на стене какой-то гвоздь мы на него не можем делать чуэй а какая-нибудь там штука с потолка свешиваться когда она закреплена сверху в одной своей точке поэтому это будет чуэй отсюда и соответственно видимо такие значения как допустим чуэй это вот склонить голову которая как бы висит значит и соответственно это известная вертикальная вот линия вверх-вниз которая прочерчена строго это будет чуэй а куа скорее всего предполагает вот закрепленность на какой-то вертикальной поверхности так что она свешивается и касается этой самой поверхности вот и поэтому наверное все-таки ну я так по крайней мере по значению значит на стену вешай а не в другое место но это всегда вот с таким касанием где значит конечная точка действия она имплицитно есть вот конечно это предразумевает сам иногда это может описывать рабочие вешали эту картину это знаменитый там пример Лузи Альмина три дня вот но здесь на самом деле под словом вешали это имеется ввиду не то что они вот так медленно ее подносили и вешали а что видимо с процессом закрепления этой штуки на стене или что-то были связаны какие-то другие работы и их включили в собственно говоря вот этот процесс вешания но я поэтому и спросил что в глаголе Куа и висеть и вешать вот это нахождение или стремление к конечной точке действия которая эксплицируется у Куа Шан оно как бы тоже есть в отличие от Чуэ это другая точка действия там наверное так и свешиваться могут и значит и слюни и так далее да вот которые как закреплены в верхней точке и вот они значит свешиваются вниз вот интересно люстра она Гуа все-таки или Гуа все-таки наверное да это люстра это конечно значит Куа потому что значит Чуэ это чаще значит скорее всего значит не результат то что называется как бы вот сознательных действий по закреплению грубо говоря а она там значит как-то закрепилась собственно каким-то ну можно сказать естественным образом да то есть это не результат того что ее специально так подвесили туда вот то есть получается что чуэ отсутствует вот этот контролируемость действия да отсутствует контролируемость действия и то что да отсюда все эти вещи ну всем известно да вот это ива вот это плакучая да сначала сказал плакучая она же не будет это самое квали потому что чуэ это она как бы естественным образом свешивается и значит а не то что ее кто-то там повесил да вот ну тогда я продолжу вот а значит 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 к тому же однозначное определение дзай находящиеся между глаголом находящегося между глаголом и именной группой со значением места как результативного члена приводит к смешению двух типов предикатов один из которых описывает состояние субъекта в результате действия вот значит это значит вот у нас есть фраза надо хайдз буяй дзодзай дзэшан этот ребенок не желает больше сидеть на стуле вот значит это состояние субъекта в результате действия а другое значит это действия приводящие к определенному результату потому что вот эта фраза допускает второе прочтение что этот ребенок не этот ребенок не желает садиться на стул и вот это вот стативное значение гоа также реализуется на синтактическом уровне либо так сказать в контексте предложения 1д значит на пень циан пень гуа дзэчан ша значит нахождение объекта в пространстве как результат действия либо в предложении существования где переходные глагол оформляется показателем дзэ указывающим на состояние объекта вот видите у нас сиан ша гуа дзэчан сиан пень вот это же превращается в предложение нахождения так сказать вот в пространстве о нем мы будем говорить это тоже такой двусмысленный так сказать случай вот и значит вот с ним можно сравнить предложение циан ша циан ша гуа ша циан пень ла вот на стену повесили фотографию и такое предложение оно предполагает возникновение объекта в пространстве вот это вот так сказать по поводу объектов пространстве они здесь у нас с вами такие предложения увелись и и наконец в сочетании с именем циан пень фотография в родовом потреблении гуа получает процессуальное значение вот гуа циан пень я джем отшан ший день неужели надо столько времени чтобы повесить фотографии вот и тут вот как раз пример Лудемил он тоже так сказать имеет некоторое отношение к тому что здесь так сказать написано потому что когда рабочие три дня вешали картину это может подразумевать не только то что они так сказать занимались другими делами и наконец на третий день собрались эту картину повесить но и то что им никак не удавалось по каким-то причинам эту картину повесить вот они пытались 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 и на это у них ушло три дня мало ли какие могли быть там обстоятельства вот и значит вот предлагаем Танюша классификации глаголов восходит классификация вендлера но в ней значит глаголы состояния это state они переопинованы в глаголы статичных явлений потому что этот класс он более широк чем тот класс который значит имел ввиду вендлер также значит соответственно дополнительно вводится класс нарастающих процессов вот Ксения пожалуйста куда Ксения делась Хатим Михайлович я здесь ну я конечно предполагала что мы с вами сначала лекцию завершим совсем до конца с этими признаками нет лучше давайте сейчас расскажите хорошо то есть только по классификации вендлера тогда мы конкретизируем а далее по исследованию акциональности на материале китайского языка расскажу тогда в конце лекции очень кратко мы сейчас говорим про классификацию вендлера что здесь имеется ввиду это статья пятьдесят седьмого года вебс и таймс глаголы и времена в ней вендлер выделяет четыре аспектуальных класса глаголов это глаголы состояния они являются статическими не имеют конечные точки в русском языке это такие глаголы как знать и любить у таймлауши это глагол как бы вот этот класс называется точнее статичные явления второй класс это действия такие глаголы являются динамическими не имеют также конечной точки действия вернее просто конечной точки это такие глаголы как запустить ехать у таймлауши этот класс называется деятельность. Третий класс – это выполнение. Имеется конечная точка. Действие является постепенным. Нарисовать картину, построить дом и так далее. И последний класс – достижение. Также имеется конечная точка. Действие происходит мгновенно. Признать, заметить. Вот эта классификация, стоит сказать, она послужила своего рода отправной точкой для последующих исследований акциональности. И важный момент, что, как говорил уже Артемий Михайлович, у Тханлауши эта классификация Венглера была дополнена еще одним классом, про который говорится изначально в работе Анны Вишбицкой «Семантика естественного языка». Это у нас пункт 7.1.6. Это глаголы типа «джам» – подниматься, «ло» – опускаться, и так далее. Так как эти действия связаны с постепенными изменениями, Тханлауши в дополнение к классификации Венглера вводит класс нарастающих процессов. Спасибо. Значит, матрица идентификации этих классов, так сказать, имеется в монографии Тханлауши, вот, но там она вводит, так сказать, четыре признака. Но дело все состоит в том, что куда-то… Интересно то, что в ее этой таблице, которую она предлагает… Сейчас, простите. Вот. Значит, имеется, так сказать, такой признак, как эволюционность. Вот. И это, значит… И в нее помечен даже он, как китайский, его, так сказать, перевод, возможно, она его, так сказать, трактует как «дзинь хуа синь». Вот. И вот эта вот моментальность, значит, как «шу си синь». Вот. Но на самом деле этот признак, так сказать, эволюционности и моментальности, он, так сказать, имеет противоположное значение, вот, почти во всех столбцах. И главное, что он не нужен для дифференциации классов по этим признакам. Так что есть, значит, у нас признак статальности, предельности и моментальности. Вот. Значит, статичность – это положительное значение признака статальности, чтобы одно с другим, так сказать, не путалось, а здесь замечу. И вот эта, так сказать, таблица, и с исключением, значит, вот этого признака эволюционности, вот, она представлена вашему вниманию на последней, так сказать, странице лекции. Вот. Я, значит, обращаю ваше внимание на то, что здесь у нас, так сказать, содержатся минусы и плюсы, и они полностью различают, так сказать, пять классов. Но даже если мы нули заменим на минусы, то все раз... Нет, простите, нули заменим... Нет, нули нельзя заменить ни на что, они нули так и должны быть нулями, иначе классы перестанут различаться. Я немножечко неправильно посмотрел. Вот это, так сказать, таблица. Вот. И на этом я, пожалуй, вот остановлюсь, потому что текст на этом лекции кончается. Вот. В монографии это страницы 147-156, а далее уже мы конкретно рассмотрим перечисленные аспектуальные классы глаголов. Да. Как мы уже говорили, классификация Тхэнлау Ши состоит из пяти классов, но вот тут что хочется сказать. В плане исследования акциональности на материале китайского языка есть работа Сергея Евгеньевича Яхонтова, 57-го года, категория глаголов в китайском языке. И вот в 2011 году было подготовлено диссертационное исследование Елены Николаевны Колпачковой. В основе этого диссертационного исследования лежит, имеется в виду акциональности китайских глаголов, конечно же, лежит классификация Юрия Дерениковича Апрессиана, которая называется фундаментальная классификация предикатов. Почему она называется фундаментальной? Потому что предполагается, что она носит универсальный характер и может быть применена к языкам, отличным от так называемого исходного, на материале которого она создавалась, в отличие от классификации Вендлера. И по определению самого автора, то есть Апрессиана, фундаментальная классификация предикатов, она представляет собой системное разворачивание сверху вниз классов глаголов и позволяет при описании глагольных лексем и их свойств учитывать не только их лексико-грамматические свойства, но и прагматические и, что самое главное, семантические свойства. И таким образом у Апрессиана выделяются 17 классов так называемого верхнего уровня, которые еще в ряде случаев дополняются под классами. С этой классификацией можно подробнее познакомиться в работе, которую мы высылали еще во время наших первых лекций. Соответственно, это работа 2009 года «Исследования по семантике и лексикографии». Там раздел 1.2, это страницы 27 и по 56 страницу. Ну и, пожалуй, я подытожу, что сопоставление классификации Вендлера и Апрессиана, конечно, дает определенную пищу для размышлений, но в нашей работе все уже в дальнейшем. Мы будем опираться на классификацию, которая была разработана Тайнлауши. Пять аспектуальных классов глаголов. Спасибо. Пожалуйста, вопросы по нашей обзорной лекции. Тарас Викторович, может быть, скажите пару слов? Тут у нас Александра Владимировна с нами поделилась статьей словарной про глагол «чхуэй». Но эта статья имеет отношение больше, так сказать, к истории этого «чхуэй». Потому что в современном языке она чуть-чуть другая, и многие значения, они, значит, не совсем, значит, в общем-то, как бы реализованы. Поэтому это все интересно. Кстати, есть, допустим, такого типа выражения, но я не знаю, насколько оно, вот, соответственно, имеется «мингчуэй» и «сиэнь». Мы, это на самом деле часть эксперимента, мы пытались с китайскими студентами вместе переводить пословицы из любимого всеми фильма «Брат один». Вот, и там есть такая пословица «жизнь висит на нитке, но думает о прибытке». Вот, как раз в нашем переводе, собственно говоря, «жизнь висит на нитке», она и выглядела так «мингчуэй» и «сиэнь». Значит, «жизнь висит на нитке», вот она в таком закрепленном, значит, виде. Ну, я на самом деле тоже хотелось бы сказать, что вот такая аспектуальность и такие выделения классов, и, как мне кажется, о чем такое очень важное утверждение сегодня говорил тоже Артемий Михайлович, о соотношении на самом деле у глагола как бы двух времен. Вот, Артемий Михайлович, как вот так он прошел, потому что он долго, значит, для него это, наверное, естественно, но на самом деле это не столь, скажем так, тривиальное утверждение. Вот, и мне кажется, оно принципиально важно для, в общем-то, описания и китайской глагольной семантики вообще, значит, и особенно для описания способности глагола сочетаться с теми или иными показателями результативными, да, когда мы пытаемся, ну, для иногда интереса прогнозировать, а вот может ли он сочетаться с какими результативными показателями и какое значение в результате давать. Вот то, как это происходит, это во многом то, что называется способности вот определенным образом, да, вот сочетаться с внутренним вот этим временем глагола. И это очень, мне кажется, очень такая принципиальная вещь. Ну, я сейчас вот в чат всем кинул монографию Тхайлауши, вот. Я не знаю, до этого я всем делился или нет, я забыл, поэтому я делился. Мы делились, мы делились, да. Ну, поделимся еще раз. Я вот еще раз поделился, то есть это монография Тхайлауши, значит, которая полностью сканирована.